Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцевой. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с в Рио министром управления финансами Самарской области Ольгой Собещанской. Какую задачу поставили перед новым руководителем? В Самаре ведется ремонт самого крупного в городе главного безымянского коллектора. Для координации работ создан штаб. Как будет налажена работа? В Самаре прошел первый муниципальный форум экспортеров города. С участниками встретился временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков. С сегодняшнего дня мы опять во власти ретроградного Меркурия. Как пережить это астрономическое явление с минимальными потерями? Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с в Рио министром управления финансами Самарской области Ольгой Собещанской. Ранее она занимала должность первого заместителя министра финансов Красноярского края. Глава региона поставил задачу обеспечить бюджетную стабильность и особое внимание уделить финансовой поддержке, обеспечению всем необходимым участников СВО и их семей. Также Вячеслав Федорищев сегодня поздравил учителей и победителей регионального конкурса «Призвание учить». В этом году конкурс прошел впервые. Участниками стали более 650 педагогов 63-го региона. По итогам определили по три победителя в каждой номинации. В Самаре ремонтируют самые крупные в городе главные безымянские коллекторы протяженностью 38 километров. В настоящее время изношенность магистральных коммуникаций оценивается специалистами ресурсоснабжающей организации в 90%. Обновление коллектора улучшит работу системы водоотведения в Красноглинском и Кировском районах. Временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков поручил оперативно создать штаб для координации работ. Как ведутся работы, увидела наша съемочная группа. Слово Андрею Горгуленко. На глубине 7 метров под будущей магистралью «Центральная» пролегает один из двух основных коллекторов для приема канализационных стоков. Он обслуживает промышленные предприятия и жилые дома Красноглинского, Кировского районов и части города, которая ближе к побережью Самары. А затем доставляет стоки на городские очистные сооружения. Сейчас часть коллектора у Ракитовского шоссе специалисты ресурсной компании обновляют. Трубу диаметром больше метра меняют открытым способом. Раскапывают, а после замены вновь устраивают под землей. Произведены земляные работы. Заведена новая труба. Глубина порядка 6-7 метров. У нас сегодня в ночь ожидается уже заливка бетонного основания. Порядка двух суток стынет бетон. И уже можно будет от кондиционного коллектора пускать в флотацию. Работы планировали завершить до конца недели. Но из-за аварийной ситуации их срок пришлось продлить. Сейчас на месте излива, недалеко от Зубчининовского кладбища, организована работа четырех бригад, которые откачали воду с ближайших территорий и возвели несколько временных запасных линий, которые уводят стоки в обход поврежденного участка. Для перекачки основного объема стоков нами были установлены на месте три так называемые ДНУ. Это насосы большой производительности, которые осуществляют перекачку стоков именно хософекальной канализации. Они в обход поврежденного участка. Как раз мы сейчас прокапываем байпасную линию. И одна ДНУ уже работает в полном сечении. Сейчас специалисты проводят экспертизу, чтобы понять причины излива. Связано ли это с заиливанием или повреждением самой трассы. При этом ограничений на пользование канализации для жителей водить не будут. Перекрытий дорог также не планируется. Ни ограничений по системе водоснабжения, ни ограничений по системе канализации у жителей нет. Эти вопросы обсуждали и на еженедельном рабочем совещании в городской администрации под руководством временно исполняющего полномочия главы Самары Ивана Носкова. Он поручил создать оперативный штаб по ремонту и обновлению важной канализационной магистрали. В любом случае нам эту проблему надо кардинально решать. Александр Вячеславович, создаете штаб, я его возглавлю. У нас там возникает несколько юридических вопросов. По земле у нас возникает вопрос взаимодействия сейчас с Министерством лесного хозяйства и экологии. Самое главное – сроки и стоимость мероприятий. И как мы будем это все заканчивать. В состав штаба войдут представители профильного департамента, ресурсников, подрядных организаций и надзорных органов. Они вместе будут решать вопросы, связанные с модернизацией трубопровода. Все работы на главном безымянском коллекторе должны проходить при строгом соблюдении графика, подчеркнул Иван Носков. Каждый этап ресурсоснабжающая компания согласует с городом, природоохранной прокуратурой и профильным региональным министерством. Будет выпущено специальное постановление по этому поводу. Штаб будет организован. В него войдут все заинтересованные службы и города. Мы привлечем обязательно природоохранную прокуратуру, район. Коллектор один из центральных для города. Длина его 38 километров. Коллектор очень старый, заложенный в начале 70-х годов, поэтому по сути ему более 50 лет. Обновление коллектора выполняют уже в течение нескольких лет. Только с 2022 года были заменены участки трассы на улицах Реактивной, Ставропольской и Юных Пионеров, а также под Южным шоссе. Все работы производятся за счет инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации. Работы по модернизации линий коллектора будут продолжать постепенно на следующих участках. В частности, далее планируют организацию перекладки в направлении микрорайона «Крутые ключи». После окончания работ на всех участках проведут восстановительное благоустройство. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. В областной столице проходят первый муниципальный форум экспортеров города. На одной площадке собрались малые и крупные предприниматели, которые поставляют свою продукцию в другие страны. Эксперты отрасли, представители профильных ведомств. Участников поприветствовал и временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков. Какие вопросы обсуждают на форуме, расскажем в следующем сюжете. Самарское предприятие, производящее гипсовую продукцию, давно является лидером сферы в стране. Поэтому сейчас активно развивает и экспорт своих товаров. В последнее время география заказов расширилась. Около 10 стран. Но в компании уверена, еще есть куда расти. Поэтому и стали участниками первого муниципального форума экспортеров. Сейчас у нас новые цели, новые территории. Поэтому вот сейчас важнее экспорт расширять. Нам важно узнать что-то новое, найти контакты. Возможно, поделиться своим опытом с кем-то. Представители гипсового производства, а также еще четыре компании, отметили наградами за достижения в сфере экспорта. Дипломы вручал временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков. Он поприветствовал участников первого муниципального форума экспортеров и отметил широкие возможности для малого и среднего предпринимательства города. Самара во всех смыслах, с точки зрения промышленности, уникальный город. Здесь такое количество сконцентрировано больших производств, которые в любом случае дают возможность вокруг них появиться новым, малым, средним. Поэтому это как раз тот самый случай, когда, имея большой экспорт, имея большие производства, мы даем возможности малым встроиться в этот процесс более эффективно, более масштабно. Поэтому как раз такой симбиоз именно, считаю, в этом плане Самара это уникальная площадка. Участники форума обсудили последние тенденции и новшества отрасли, правовые аспекты и перспективные направления для развития. Бизнесмены поделились своими наработками и узнали опыт коллег во время шести деловых сессий. Предприниматели всегда работают на перспективу и нет границ. Поэтому сегодня ТПП показывает и расскажет, как воспользоваться теми преференциями, которые на сегодняшний день существуют. В качестве экспертов выступили представители профильных ведомств, которые затронули большой спектр тем от действующих мер поддержки для бизнеса до заключения международных контрактов. В связи с тем, что в отношении большой категории товаров, которые экспортируются, постоянно приходят какие-то обновления, новые требования. В связи с этим Самарская таможня, в свою очередь, постоянно информирует об этих новшествах, о вступлении новых требований, нормативных актов. На протяжении работы форума была открыта и биржа контактов, где были представлены не только российские компании, но и из Белоруссии, Казахстана, Индии, Китая и Вьетнама, чтобы предприниматели могли сразу наладить деловые контакты. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. В Самаре работает консультационный центр для желающих заключить контракт. По номеру, который вы видите на экране, круглосуточно можно получить всю необходимую информацию. Напомню, с октября этого года единовременная выплата при заключении контракта – 2 миллиона рублей. За первый год военнослужащий получает 4,5 миллиона. Помимо этого, увеличили до 100 тысяч рублей сумму выплат за содействие в проведении агитации, помощь в прибытии кандидата, военный комиссариат или пункт отбора для заключения контракта. Средство может получить любой. Основанием для этого является справка. Около тысячи человек приняли участие во Всероссийском форуме «Молодой специалист-строитель будущего». На мероприятии собрались эксперты строительной отрасли и студенты со всей области. Подробности у Елизаветы Прокопенковой. В Самаре проходит Всероссийский форум «Молодой специалист-строитель будущего». Участие в нем приняли около тысячи человек. Среди них учащиеся работодатели и представители стройкомплекса региона. Мы уверены, что форум принесет, и он уже приносит положительные плоды, когда работодатель находит своего стажера, практиканта, а может быть даже своего будущего сотрудника. Форум существует два года. За это время собрал ведущих экспертов строительства в 24 регионах страны. Но в Самаре он проходит впервые. Почему мы в регионе проводим форум? Для того, чтобы ребята не уезжали из региона, чтобы они знали, что они востребованы здесь, в своем регионе, что для них есть перспективная и востребованная работа. Для участников подготовили насыщенную программу, мастер-классы, практикумы и экскурсии на строительные объекты. Также состоялось около десяти круглых столов. Больше всего заполнился как раз круглый стол, с которым ты буквально в метре сидишь от нашего Министерства строительства и можешь как один на один поговорить с ними, задать интересующие тебя вопросы. Форум «Молодой специалист. Строитель будущего» повышает престиж профессий строительной отрасли, формирует квалифицированный кадровый состав и резерв. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Выставка животных «Друг человека» прошла в Самаре. В этом году было представлено около 250 кошек и 200 собак, а также грызуны и черепахи из шести самарских приютов. По словам организаторов, наибольшим спросом пользуются кошки и грызуны. Как пристраивают животных из приютов в добрые руки, расскажем в следующем сюжете. Инесса Бибикова на выставку «Раздачу животных. Друг человека» пришла осознанно за собакой. Ее сын вырос, стал жить отдельно и забрал общую собаку с собой. Поэтому Инесса решила обзавестись собственным псом, чтобы справиться с одиночеством. Во-первых, я хочу. Собак у меня была, и теперь я опять хочу. Во-вторых, это дрессирует меня. Это какие-то обязательства по дому лишние. Я хочу. Хочу друга. Я даже не объясню вам, чем понравился. Такой маленький, такой забитенький, в углу. Выставка «Животных. Друг человека» прошла в Самаре уже в 12-й раз. В этом году на ней было представлено около 250 кошек и 200 собак, а также грызуны и черепахи из шести самарских приютов. По словам организаторов, обычно за два дня работы выставки домой уезжают от 50 до 70 питомцев. Наибольшим спросом пользуются кошки и грызуны. Все они привиты и обработаны и отдаются новым владельцам бесплатно. Что еще меня больше радует, что посетителей становится больше. Выставка еще не успела открыться, мы стояли в очереди, чтобы снять верхнюю одежду. Это говорит еще раз о том, что такие добрые поступки, добрые дела все больше посвящают людей. Все больше людей становится добрее, теплее по отношению к себе и к своим близким, к братьям меньшим нашим. В этом году на выставке были размещены фотографии детей с собаками. В фотосессии участвовали породистые животные, и это было сделано не случайно. Породистая собака – это не история про дом. Это одно из заблуждений современности в том, что породистые собаки домашние, а беспородные – бездомные. На самом деле, очень часто бывает совершенно иначе, потому что люди заводят породистых животных, не углубляясь в их функционал, истинную их функцию, истинные их потребности. И породистые животные очень часто сейчас оказываются бездомными. Для юных посетителей выставки проводили интеллектуальные конкурсы, работала детская мастерская. Виктория Шарая, Виталий Рылеев, Игорь Казановский. События. Бальные эстрадные народные танцы. Во Дворце культуры «Нефтяник» прошел гала-концерт 10-го международного фестиваля конкурса «Самарские сезоны среди ветеранов». На праздники танца побывала Августина Охременко. Самарский коллектив «Волжаночка» занимается народными танцами уже около 10 лет. В их репертуаре представлены танцы различных народов. Коллектив ежегодно принимает участие в фестивале «Самарские сезоны». Солистка коллектива Надежда Кириченко рассказывает, в этот раз они подготовили белорусский народный танец. Мы с удовольствием приходим, танцуем, общаемся. Эта жизнь нам интересна. Помогаем друг другу, общаемся. И рады, всегда рады встрече. Радость, что мы еще можем принять участие в таком большом празднике. Фестиваль-конкурс «Самарские сезоны» проходит по бальным, народным и эстрадным танцам среди ветеранов. В этом году заявки на участие в фестивале подали 91 коллектив со всех регионов России. И только 4 из них представили свои номера на галоконцерте. Это очень важно. Очень важно не просто дарить радость своим творчеством, а действительно быть оцененным. И понять, что пожилой человек способен любить, творить, способен петь, танцевать, заниматься любым другим видом творчества, любой деятельностью. Потому что это просто новый этап в жизни. Я, прежде всего, хотел бы сказать большое спасибо за самарские сезоны, которые 10 лет растут, растут, растут. Мы начинали это просто районные мероприятия по дворцу ветеранов. И сейчас невероятно межрегиональный конкурс. Я надеюсь, что скоро мы вырастим еще больше. Фестиваль-конкурс «Самарские сезоны» проводит дворец ветеранов в рамках проекта «Танец без границ». Августина Охременко, Константин Головин. События. С сегодняшнего дня и до 15 декабря мы снова оказываемся во власти ретроградного Меркурия. Это астрономическое явление, из-за которого у метеочувствительных людей снижается концентрация и внимание. Возникают конфликты. Какой это по счету ретроградный Меркурий в году? Чего лучше избегать в этот период, а чем стоит заняться? Какая еще планета станет ретроградной в конце 2024 года? И почему это может быть опасно, выяснили наши корреспонденты. Быть внимательнее, осторожнее и не начинать долгосрочные дела. С 26 ноября начинается третий в этом году ретроградный Меркурий. Это астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения планеты в обратном направлении. На самом деле Меркурий просто снижает свою стремительную скорость, из-за чего кажется, что он повернул вспять. Каждый ретроградный Меркурий отличается силой и сферой влияния. Этот Меркурий у нас будет связан со сферой обучения, образования, юридической сферой. То есть все, что вы откладывали, возможно, подать куда-то заявление или, может быть, лишиться лицензии, наоборот, ее получить, дополучить. То есть это не первое, как правило, должно быть обращение, а скорее вот то, что вы забыли когда-то, что надо доделать. И очень классный период для пересдачи экзаменов, зачетов, водительское удостоверение, может быть, получить или категорию новую открыть. Также Екатерина советует избегать первичного обращения к специалистам, не покупать новую технику, хотя починкой заняться можно. Есть риск при обучении чему-то новому не довести дело до конца, но заниматься короткосрочными проектами стоит. Будьте внимательны, в периоды ретроградного Меркурия, когда снижается концентрация и критическое мышление, часто активизируются мошенники. В период ретроградного Меркурия переспрашивать, уточнять, перечитывать. Очень важно пересматривать, то есть читать мелкий шрифт, очень внимательно относиться к предложениям новым. Самарцы в непростой период настроены запастись оптимизмом. Сильно меняется настроение, люди себя очень странно начинают вести. Я стараюсь дома сидеть в такое время. Мне кажется, что все равно погодные условия, природные явления на человека влияют. Сконцентрироваться, как-то успокоиться и жить дальше. Наверное, как-то все идет так, как должно быть. Третий в этом году ретроградный Меркурий продлится до 15 декабря. В его последнюю неделю добавится еще и ретроградный Марс, время повышенной агрессивности. В этот период астропсихолог Екатерина Бусыгина советует заниматься спортом и не идти на риск. Особенно в период с 7 декабря до 24 февраля. Виктория Шарая, Полина Чулякова, Игорь Казановский. События. Третий кубок города по джампинг-фитнесу разыграли в Самаре. На соревнования приехали юные и взрослые спортсменки не только со всей Самарской области, но и из других регионов страны. О новом виде спорта расскажет наш корреспондент. Для безинчукских спортсменок это первое соревнование по джампинг-фитнесу. Новому виду спорта всего несколько лет. Выиграть кубок Самары они пока и не рассчитывают. Тренируются всего один год. Сейчас главное участие, рассказала тренер Елена Мавлянова. Надеюсь, все получится. Все займем. Самое главное не волноваться, а так сможем. Джампинг-фитнес три года назад объединил в себе акробатику, аэробику, художественную гимнастику, танцы и прыжки на батуте. В России новый вид спорта стремительно набирает популярность. Он доступен и безопасен. Им могут заниматься спортсмены любого возраста. И во всем мире еще нет соревнований по джампинг-фитнесу. Мы первые. И сейчас заряжаем еще три страны, в которых вот-вот будут свои чемпионаты. И совсем скоро у нас уже будет кубок дружбы на четыре страны. Отборочные соревнования на кубок страны проходят в разных регионах России. Кроме соревнований существуют и фестивали, где выступают в основном пенсионеры. Не ради наград и пьедестала почета, а чтобы почувствовать себя молодыми. У нас уже на территории Самарской области имеется больше 20 региональных отделений в различных точках Самарской области. Больше всего, конечно же, в городе Самара. Тут у нас все намного быстрее развивается. Уже очень большое количество людей присоединилось, вот как мы можем заметить на кубке. Судьи оценивают спортсменок по нескольким критериям. Затем баллы складываются в итоговую оценку. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Лада потерпела шестое поражение подряд в КХЛ. 63-й регион впервые принял фестиваль Самара Фиджитал ГТО. Спортсменка из Самарской области победила на чемпионате мира по смешанным единоборствам. Обо всем подробнее смотрите в рубрике «Новости спорта». Лада потерпела шестое поражение подряд в КХЛ. В очередном матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги Тольяттинская команда на выезде сыграла с Сочи. Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу хозяев. Тольяттинская команда потерпела шестое поражение подряд. Лада занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 25 очков. Сочи с 24 баллами находится на 11-й позиции в Западной конференции. Главный тренер Самарского футбольного клуба «Крылья Советов» ушел от ответа на вопрос о своем дальнейшем сотрудничестве с коллективом. О продолжении сотрудничества Игоря Осенькина спросили после матча «Волжан» с «Ахматом». После 16 матчей чемпионата российской премьер-лиги «Крылья Советов» занимают 12-е место. «Волжанам» удалось одержать всего 4 победы. Еще 3 встречи закончились с ничейным результатом. Остальные 9 игр «Самарцы» проиграли. До конца 2024 года футболистам предстоит провести еще 2 матча на выезде. В воскресенье 1 декабря они встретятся с питерским «Зенитом» на «Газпром-арене». А через неделю, 7 декабря, «Волжан» ожидает второй гостевой матч уже с «Ростовом». Домашние матчи с этими командами «Крылья Советов» проиграли. 0-4 и 1-3 соответственно. 63-й регион впервые принял фестиваль «Самара» – «Фиджитл» – «ГТО». Соревнования сочетали в себе классические дисциплины и киберспортивные виды. В фестивале приняли участие около сотни спортсменов в составе 24 команд. В их составе были представители предприятий, вузов и просто любители спорта. Им предстояло пройти три основных испытания – «Контерстрайк-2», поединок в лазер-так и прохождение полосы препятствий ГТО. Напомним, всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» – нацпроект «Демография». Участниками движения стали уже 647 тысяч жителей региона. Спортсменка из Самарской области победила на чемпионате мира по смешанным единоборствам. В Ханты-Мансийске завершился чемпионат мира 2024 года по ММА. В нем участвовали 160 спортсменов из 35 стран мира. Мужчины выявляли сильнейших в 10 весовых категориях, женщины – в 6 категориях. Самарскую область на соревнованиях представляли спортсменки Ангелина Стрекалина и Анастасия Семенова. Ангелина Стрекалина стала чемпионкой в весовой категории до 65 килограммов 800 граммов. Анастасия Семенова выступала в категории 52 килограмма 200 граммов. В четвертьфинальном поединке она уступила представительнице Калининградской области Монике Петровской, будущей победительнице чемпионата мира в этой весовой категории. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Президент Владимир Путин подписал закон о списании задолженности по кредитам до 10 миллионов рублей участникам специальной военной операции. Напоминает временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков. Это еще одна важная мера поддержки как самих бойцов, так и их семей. Иван Носков напомнил, в Самаре работает телефон горячей линии «Победим вместе». Номер указан на экране. Звонки принимаются круглосуточно. По телефону можно узнать обо всех выплатах и льготах, мерах поддержки. В Самарской области появился новый телеграм-канал «Цифра, сила и СВО», сообщает администрация Самары. Он будет агрегатором информации о применении цифровых технологий в специальной военной операции. От новейших разработок до обучения навыкам управления БПЛА и с системами радиолокационной борьбы. Телеграм-канал будет знакомить читателей с самыми интересными цифровыми, федеральными и региональными новостями, которые касаются темы СВО. Современные технологии, включая искусственный интеллект, беспилотники и космическую разведку, выносят коррективы в тактику военных действий. Администрация промышленного района сообщает, что запущена платформа «Свои родные.рф» для помощи участникам СВО. Старт проекту дали Фонд защитники Отечества и команда Героя труда России доктора Дениса Проценко. Проект направлен на психологическую и социальную помощь участникам и ветеранам СВО, их близким. Одним из важнейших блоков платформы стали понятные и универсальные сценарии, и речевые модули. Родственники смогут использовать их для общения с героями СВО, в том числе в кризисных ситуациях. Рекомендации и конкретные примеры разработаны психологами, специалистами в области посттравматического стрессового расстройства. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok